Четыре района столицы Хаберст, Лас-Намя-Пирита и Пых-Яталин получили новых старейшин, которые совсем недавно приступили к своим обязанностям. Сегодня мы приветствуем студию старейшину Пых-Яталин Петера Ярвила, который до этого бывал в нашей студии в качестве историка. Доброе утро. Доброе утро. Мы вас знали действительно как историка, как профессора Таллинского университета, ЖТСУского университета в Казахстане. Ваша новая должность не позволит вам больше заниматься научной деятельностью? Ну, не в таком уровне, но оба. И город, и университет согласны, что я все-таки буду и преподавать, но при возможностях, так сказать. Когда вы получили предложение от мэра города, от мэра Таллина Михаила Кылварта, насколько для вас это предложение было необычным? Ну, чуть-чуть-то оно было необычным, но у меня уже была практика, или я сотрудничал с городом в разных проектах, и мы знали друг друга. Так что в этом смысле не было. Долго взвешивали свои решения? Ну, не так долго, но взвешивал, конечно, потому что это все-таки большая смена. Я очень долго работал в университете. И, ну, я, вот, мое решение исходило из того, что у меня есть определенный опыт, и есть опыт, как и руководителя. И я подумал, что, ну, я родился в этом городе, я живу в этом городе, что, может быть, я могу как раз что-то дать моему городу. И у меня такая хорошая позиция в том, что, как бы, честь и слава мне не так уж уже нужна. Я сложившаяся личность. И вот такое чувство что-то сделать и увидеть результаты сделанного – это очень приятно. То есть найти применение своим знаниям в какой-то другой сфере, не только в университетской. Да. Ну, часто говорят, что университет очень теоретический, что мы говорим как надо, но ведь всегда говорят, что попробуй сделай. Но у меня в жизни иногда я пробовал, и у меня получалось, и поэтому я думаю, что в этот раз тоже. Ну, мы знаем, что вы живете в центре Таллина. Насколько вам близок сам по себе район Пахья-Таллин? Ну, у нас большая семья, и часть членов семьи живут в Пахья-Таллин. Так что кое-что я знаю, но сказать, что я все знаю в Пахья-Таллин, Пахья-Таллин слишком большой для этого. Ну, я ввожу себя в курс. Раймонд Кальюлайт, который раньше был старейшиной этого района, вы с ним встречались, он вас вводил в курс дела, рассказывал, каким образом стоят дела, какие проекты остались незавершенными и так далее, или нет, или вы не встречались? Раймонд Кальюлайт человек очень инновационный тоже, и меня очень обрадовало, что он сразу выставил в Фейсбуке вот такое известие, что сказал, что он всячески меня поддерживает, и он всегда готов, если есть надобность, посоветоваться и так далее. Да, ну, это уже такая логика города или логика вообще бюрократии, что эти проекты, многие проекты продолжаются. Какие наиболее важные вы можете отметить? Ну, этот, я могу уже сказать, что лист довольно длинный, но, скажем, что не только жители Пахья-Таллин скоро увидят, да, и почувствуют. Ну, я очень жду, что будет такой завершиться проект, эта площадь перед Балтийским вокзалом. Потому что там все ходят, это будет совершенно другая площадь, очень интересная для Пахья-Таллин, для всего Таллин. Потом много инфраструктуры, и есть такие знаковые объекты, которые, конечно, Пахья-Таллин долго ждут. Это поликлиника Копли, это дом молодежи Копли, куда и управление перейдет в будущее. Ну, что жителям Пахья-Таллина и вообще к таллинцам, это парки. У нас уже несколько парков в очень хорошем порядке, а в Копли, Сюиста и эти два парка будут тоже приведены в порядок. Ну, мы знаем, что вас утвердили на прошлой неделе в среду. Значит ли это, что вы в среду уже вступили в должность или, так сказать, старейшина переступает порог несколько позже? Насколько вы уже участвуете в делах своего района? Просто сейчас весна, и Пахья-Таллин живет очень бурной жизнью. Пахья-Таллин имеет своеобразие, это микрорайоны. И микрорайоны отмечают свои дни, там, Каламая, Апелькулина и так далее. И я сам пожелал тоже, чтобы уже участвовать, потому что пропустить такие мероприятия, когда, скажем, эти микрорайоны и вообще Пахья-Таллин, и таллинцы там очень активно встречают весну или лето, можно сказать, уже открывают свои дворы и так далее. Это, конечно, мероприятие, где надо участвовать. Это во-первых. А во-вторых, я уже начал знакомство и с коллегами, и с микрорайонами. И, ну, как человек с образованием, наверное, мне простят, что я начал со школ. Я провожу час обход всех школ, хочу посмотреть сам, как ситуация. И так пойдет дальше. Ну, мы знаем, что Копли, бывший Копли, теперь это Пахья-Таллин, район Каламая есть там. И это хипстерский такой район, это район творческой молодежи достаточно специфический. Но до сих пор Пахья-Таллин остается таким очень разнообразным, если мы говорим о социальных группах. Есть жители так называемого Нижнего Копли еще, который не так уж престижен пока еще. Есть жители богатого на Блеснера. Как вы сами видите вот эту всю структуру района? И кто ваш основной житель на данный момент? Ну, вот я исхожу из того, что Пахья-Таллин, ну, по-моему, он своеобразен именно с очень сильным идентитетом микрорайонов. И это надо поддерживать. Потому что люди горды вот этому микрорайону, где они живут, они знают. Вот они болеют за свой микрорайон. И это хорошо. Значит, они спрашивают, и у меня уже вот будет это. И это надо усиливать. Ну, вот я не совсем согласен тем, что Колама или Пахья-Таллин – это только хипстеры. Да, хипстеры тоже живут. Но именно то, что если жили бы только хипстеры, или вот тогда это гетто, можно сказать. Это нехорошо. А именно хорошо, что вот находят себе место, и они рады. И живут там и хипстеры, и живут все остальные люди, и богатые, и не так богатые. Но именно вот какой-то баланс населения очень важен. Потому что, ну, мы знаем, не знаю, там, с Америки или так далее, где районы такие искусственные, только богатых и так далее. Ничего хорошего тоже. Так что я считаю, что Пахья-Таллин – очень нормальный район, где живут очень интересные, хорошие люди. Но что меня, как академического человека, тоже очень радует – это люди с огоньком, или жители с огоньком. У них в глазах что-то сверка. Они говорят, вот это, это надо сделать фантастические, ну, фантастические или менее фантастические идеи. Ну, меня это радует. Конечно, мы должны сказать, что вот сегодня мы это можем реализовать или нет, но это прекрасно. Ну что ж, мы желаем вам дальнейших успехов на посту старейшины Пахья-Таллин. Я напоминаю, что у нас в студии был профессор Петер Ярвелайт, который теперь является старейшиной столичного района Пахья-Таллин. Пахья-Таллин.